Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Прекрасный пятничный вечер, 23.55. Мы отправляемся в город Санкт-Петербург. На поезде «Красная стрела», на великолепном ферменном поезде. А для чего мы туда едем? И зачем? И почему? А потому что коронавирус уничтожил одно из наших самых любимых занятий – путешествия. Мы раньше все время путешествовали в европейские города. Лондон, Париж, Жигин, Барседона и так далее. А сейчас это невозможно. Но у нас есть прекрасный европейский город Санкт-Петербург. Это город воевой, трудовой и, самое главное, рокерской славы. Вот мы едем туда проведать места рокерской славы. И, может быть, посмотреть какой-нибудь концерт. Здравствуй, государыня! Довезете до Питера или нет? Точно? Не шутите здесь? Нет, вы никогда. Нам сказали, что это самый лучший ход. Не обманулись? Вот и завтра, вы там скажете, но колеса нет. Я уже ездил на них, поэтому не знаю, что это самый лучший. Я на другие только не беру билеты. Спасибо, приятного суббота. Ну вот, наша обитель аж на целых восемь часов до утра восьми. Прекрасный обитель. Мне нравится. И за что мне нравятся наши поезда? А за то, что это наш национальный вид транспорта. С нашими бескрайними просторами. Он основной. Если в Америке это автомобильный транспорт, то в России это железнодорожный. И поэтому для русского человека, особенно закрытого за железным занавесом, это было единственное, наверное, такое приключение. Проехаться по нашим бескрайним просторам на поезде. И все это вошло в отражение в различных песнях. Допустим, у машины времени. Вагонные споры, последнее дело, когда больше нечего пить. Великолепная песня. Или у любая. Звенели колеса, летели вагоны, гармошечка пела вперед. Шутили студенты, скучали погоны, дремал разночинный народ. Великолепная песня. Знаете, что мне очень нравится? Что барабанщики уловили перестук колес, который идет из-за стыка в рельс. Вот они это поймали. Великолепно, что в той песне, что в этой. Аплодирую и там, и там барабанщикам. Во, класс. И в поездке должна быть создана задушевная атмосфера. А ее обязательно дополняет поездная еда традиционная русская. Вареная курица, сало, яйца, черный хлеб и соль. Ну, огурцы, помидоры еще. И, конечно же, запотевшая бутылочка водочки. Или на худой конец вина. С моей супруги, как заядлые поездные гурманы, именно это с собой и взяли. Чтобы не нарушать традицию. Сало, чеснок, черный хлеб, яйца вкрутую, помидоры, огурцы, соль. Все. Ну, для своей супруги я взял хорошего итальянского винаца. А я с ней выпью томатного сока, так как пить я давно прекратил. Потому что, выражаясь железнодорожным языком, я свою цистерну уже давным-давно выпил. И съел длинный-длинный состав разнообразной еды, доведя свою тушку до 170 килограммов. А потом героически спустился до 110. Осталось еще 20, и я буду в норме. Поэтому я съем помидоры и огурец, и выпью томатного сока. Вот такая вот традиция. Не нарушу. А как вам подстаканнички? Вот это истинное русское изобретение. Ну, красота! Произведение искусства. Едешь и наслаждаешься жизнью. Вспоминаешь Советский Союз. Ну, класс! Что вы? Прекрасно! И не обожжешься, главное. Даже кипятку. Великолепно! Европейцев не понять это нашей любви к поездам и поездкам в поезде. Потому что у них там маленькие расстояния, у нас простор. Есть и куда поехать и посмотреть на природу. Однажды мы были в Хельсинки, и нам нужно было на поезде переехать из Хельсинки в Раваньеме, на родину Санта-Клауса. Ну, я предвкушаю эту поездку, пошел, приобрел вкусного финского салями, бутылочку финской водочки Финляндии со смородинкой, курочку копченую, разных еще там вкусностей. И мы приходим, заходим в поезд. А там купе узкое-узкое, маленький столик возле окна. Бутылку поставить некуда. И две шкомки одна на другой. Ну, не сесть куда вообще невозможно. И негде разместить всю эту гастрономическую красоту. Так я отказался там пить, чтобы не оскорбить наши русские традиции гурманские. Я говорю, не буду пить. Тесть наставил. Я говорю, нет, я пить в такой неподобающей обстановке не буду. Поэтому пили уже по проезду в Раваниелию, в гостинице. Из-за Санта-Клауса, из-за нашу русскую железную дорогу, из-за наши поезда. Ну, что еще предлагает РЖД и поезд Красная Стрела для пассажиров СВ-вагона, люкс-класса. Вот такие вот наборы. Вот такие наборы. Куда все входит необходимое для комфортной поездки. И ложка для обуви, и щетка, и расческа, и зубная паста, и зубная щетка. И даже мыло, кусочек вот такой. Ну и знаменитые тапочки РЖД. Поэтому тут можно ехать с комфортом. И не брать с собой такие вещи. Ну и подъезжая к Питеру, хочу поблагодарить этот поезд, проводников, обслуживающий персонал. Все было великолепно. Кофе вкусный. Завтрак великолепный. Кашку мне принесли, как диетчику. Овсяную, как королеве Елизавете. И чисто все. Туалеты отличные. Чисто, великолепно. Биотуалеты. Запах обычный. Дядя кого нам пахнет. Все хорошо. Красная стрела рекомендую. До свидания. Ну здравствуй, наша северная столица. Ну вот и начинается наша питерская экскурсия по местам боевой, трудовой и самое главное рокерской славы. Будем посещать все. И кочегарку Цоя. И рок-клуб. И хард-рок кафе. Обо всем будем подробно докладывать. В ходе путешествия. Решили мы с моим клипмейкером Еленой. По совместительству моей родной женой. В Питер рвануть на выходные. А не в Вену. Зачем коронавирус нам чужой. Когда нам своего и так хватает. Мы лучше в Питере. По рокерским местам пройдем. Байки про рокеров узнаем от хозяев. И на концерт может попасть удастся нам. А ехать в Питер поездом решили. Одним из лучших. Красная стрела. Это удобно. Вечером в столице. А утром в Питере уже наши тела. Железная дорога для нас, русских, это не просто транспорт. Это жизнь. На расстояниях России и матушки присущих. Это и путешествия, и приключения, и смысл. В стихах и в песнях это отразилось разных. В вагонных спорах, что идут навеселее. И Расторгуев спел очень прекрасно. Как папиросой он смолил во мгле. И в поезда садиться без закуски, без водочки или хотя бы без вина. Но это как-то не по-русски. Не басурмани ж мы. Без водки жизнь скучна. А закусь в поезд надо брать традиционно. Курица, яйца, сало, черный хлеб. Они являются российским эталоном. Русский гурман другое в поездах не ест. Мы, как специалисты в этом деле, конечно же, с собою взяли это все. В дороге время так прекрасно пролетело. И Питер встретил нас, как понимающих, в чем соль. Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Расскажет рокер Валащук